В Якутии будет повышена зарплата по 12 категориям бюджетных работников, список которых определен майскими указами президента России. Всего повышение коснется порядка 60 тысяч человек по всей республике. Кто получит повышенную зарплату, узнавала Александра Охлопкова. Повышение заработной платы будет произведено поэтапно. Сроки и проценты роста определены индивидуально для каждой категории. Первый этап состоится 1 октября. Рост зарплаты составит от 4,8 до 69,5% в зависимости от уровня действующей заработной платы по отрасли. Очередной рост ожидается с января 2018 года в размерах от 1,6 до 33,7% в целях доведения зарплаты до целевых показателей. И в этом году, и в следующем году доходы в бюджет республики обеспечат исполнение выплаты зарплаты и будет обеспечить выплаты социальных обязательств, которые связаны с годами и так далее. Поэтому я сегодня просто пользуюсь моментом хочу подчеркнуть, что в республике в этом плане никаких проблем не будет. Всего на повышение заработной платы в бюджетных учреждениях социального блока в этом и в следующем году в Якутии выделено 15 миллиардов 800 миллионов рублей. Мы давно уже говорили о том, что пошел перекос, что у нас стимулирующие выплаты в некоторых отраслях достигли 50, а в иной раз и больше процентов. Мы настаивали на том, и как раз вот это решение принято, что гарантированная оплата труда не менее 60%, а 40% компенсационные и стимулирующие выплаты. К примеру, в организациях социального обслуживания основной рост составит 62% с июля этого года. С учетом повышения в октябре и январе заработная плата социальных работников, педагогов медучреждений, работников организации для детей и сирот составит в следующем году 59 884 рубля. Мы слышали распоряжение нашего Эльдархана о повышении заработной платы. Естественно, мы очень рады и надеемся, что мы ощутим. Для основного персонала учреждений культуры заработная плата составит 78 017 рублей в месяц. Повышения заработной платы у нас не было уже два года. И сейчас, когда мы узнаем реальные суммы, насколько повысится наша заработная плата и перерасчет будет с 1 января 2017 года, конечно, мы в радостном ожидании. А вот те, которые обслуживающий персонал, специалисты, которые не включены в данные майские указы, вот по ним принято решение повысить им заработную плату на индекс дефлятор инфляции, инфляционный, на индекс потребительских цен с 1 января 2018 года. Но ориентировочно, оценочно она где-то будет на 4%. Первые выплаты с учетом повышения будут произведены в ноябре. Также в отраслях здравоохранения, образования, социального обслуживания и культуры руководством республики поручено обеспечить конкретные механизмы повышения заработной платы.